приветствую всех сегодня у нас будет на обзоре два таких цилиндра производитель чиза один мы видим цилиндр 4 пинка другой 5 мы также откроем их разберем посмотрим пины вот и давайте начнем с одного из них посмотрим сколько по времени до цилиндра продержится так проверяем и 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 мы видим вскрытие этого цилиндра так давайте мы его сразу отложим и перейдем к вскрытию другого цилиндра только что мы открывали 5 пинку сейчас у нас идет 4 пинка и и и и и и и и так проверяем Вот так. Проверяем. Проверяем. Так, и у нас остался... Проверяем. 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 Довольно-таки долго и непонятно, если честно. Так. Давайте мы его сейчас разберем. Оба цилиндра, точнее. Начнем с 4-х пинки. Так, теперь вытаскиваем плах. 4 пина, один из которых стальной, три из желтого металла. Так, давайте теперь установим и по одному пину вытащим. Так, первый пин у нас из белого металла. Второй пин у нас гантелька. Так, третий пин у нас также гантелька. И четвертый пин у нас интересный бочонок с двумя проточками. Так, и теперь давайте мы посмотрим другие пины и сопоставим их с этим цилиндром. Ну, для начала изучим плах. Имеются небольшие как бы проточки, но это скорее всего деформация, созданная пином. И давайте посмотрим теперь какие пружинки. Пружинки из желтого металла. Вот, значит, доставать их не буду. Такие вот пружинки. И давайте разберем второй цилиндр. Изучим какие пины установлены в нем. И сопоставим с этой четырех пинкой, которую мы только что разбирали. Так, убрали мы колечко. Колечко. Теперь давайте установим. Цилиндр. И вытрусим пины. Так, это у нас кей пины, на которых имеется проточка. Вот, и давайте сразу изучим плах. В плахе видно незначительные нарезки. То есть, деформация это от использования цилиндром, либо задана производителем. Вопрос остается открыт. Давайте мы сейчас попробуем достать пины, драйвер, и посмотрим, какие пины установлены в этом цилиндре. Первый бочонок. Второй, также бочонок. Третий. Также бочонок. Вот, три одинаковых бочонка. Четыре одинаковых бочонка. И пять одинаковых бочонков. То есть, пины в цилиндре, который пять пинов, проще, чем в цилиндре, у которого четыре пина. Так, давайте я сейчас все аккуратненько положу, и мы посмотрим, где какие пины. Пружинки, обратите внимание, из желтого металла. Доставать их также не буду. Пять пружинок торчит. Такой вот логотип. И пять луз. Так, значит, теперь показываем пины. Вот четыре пина. Обратите, какие пины. Обратите внимание, вот бочонок с двумя проточками. Две гантельки. И вот такие остальные пины. Также здесь у нас имеется проточка внизу пина. Проточка задана производителем. Это видно. Вот. Ну и пять обычных пинов без каких-либо проточек. Такие вот пины. Казалось бы, два одинаковых цилиндра. Один с большим количеством пинов, но менее защищен, чем четырех пиновый цилиндр. В общем, на этом я заканчиваю это видео. Надеюсь, оно было полезным. Всего доброго.